4-2. Итоговые счёты этой встречи. Давайте вспоминать и пересматривать заброшенные шайбы. Начиная с самой первой, начиная с самого первого, естественно, гол уже на 20-й секунде. Александр Кисаков открывает счёт в этой встрече. Максим Петров и Василий Мачулин выступают в качестве ассистентов. Ну вот, хорошее начало у Динамо. Сразу вроде бы так задали тон, но уже в первом периоде Лока отвечает двумя голами и выходит вперёд. Сначала завивается Мурахуна. Степан Стишенко у него в качестве ассистента. Ну а потом отличается Павел Тютнев. Здесь перед воротами переправляет шайбу туда уже за спину Меньшатова. После броска Рауля Акмальдинова и Еремей Шумилин также в качестве ассистента. Это вот классный эпизод с участием Кисакова. Попала шайба в Гуськова и не залетела в ворота. Но мог бы быть очень красивый гол. Дальше ещё ряд моментов, которые создают команды. Во втором периоде с результативностью было уже чуть похуже. И во втором периоде Лока так играл с заметным преимуществом, но не мог это преимущество никак воплотить в голы. И вот только здесь на 39-й минуте Тимур Ахунов сумел поразить ворота. Перевалов атаковал. Шайба от Меньшатова отскочила к Ахунову и он уже отправил её в ворот Роман Малков здесь также в качестве ассистента. Так что сейчас стал 3-1. С этим результатом завершился второй период. Ну и дальше смотрим, что происходило в третьем. Вот здесь хороший момент у Геннадия Чалова. Не сумел он забросить шайбу. Здесь убегал Парамонов. Тоже Гуськова не переиграл. Тисанов попадает в штангу. В общем, видите, моментов-то хватало. И вот третий период в меньшинстве. Лока классно разыгрывает шайбу в атаке. И Роман Романов становится автором гола. Никита Кирьянов и Данил Тисанов ему помогли. Ну и уже на последней минуте встречи, когда было понятно, что матч этот уже выигран Ярославским Локом, всё-таки один гол ещё Динамовцы отыграли. Забил Матвей Надворный. Данил Парамонов и Владислав Сапунов ему ассистировали. Итоговая статистика. Матч перед вами. Ну вот видите, что Лока так по некоторым компонентам был лучше. Но в целом довольно интересная игра с возможностями у обеих команд у нас сегодня получилась. На этом сегодня всё. Комментировал для вас хоккей Андрей Юртаев. Спасибо всем за внимание. И до новых встреч в эфире.